Приветствую вас в пятом уроке курса по созданию схем от CandyFrame. Меня зовут Марина Сорокина и я по-прежнему являюсь автором проекта. Вы закончили работу над бэкстичем, закончили рисовать крестики, и ваша работа вся такая готовая и красивая ждет вывода в аккуратный файл PDF. Для этого нам понадобится подготовить палитру, подобрать символы и цвет бэкстича, настроить расположение схемы на листах, режим отображения, подсчитать длину нитей, оформить ключ, оформить сам буклет. В общем, работа предстоит большая. Давайте приступать. Первым делом нужно подготовить палитру, проверить ее на дубликаты цветов, разбить по разным ячейкам разные стишки одного цвета, избавиться от одиночных крестиков и одиночных цветов, которые случайно затесались в работу. Первое действие – удалить неиспользуемые цвета. С ним вы уже хорошо знакомы. Далее отсортируем цвета по порядку. Для этого заходим в меню палитра – сортировка. Всплывающее окно предлагает следующие варианты. Сортировка по номеру цвета от меньшего к большему. Сортировка по цветам и насыщенности. Сортировка по интенсивности цвета – от самого темного к самому светлому, вне зависимости от номера и оттенка. Сортировка по сумме использованных стишков каждого цвета. При таком способе в начале палитры будет отражен тот цвет, которого потребуется больше всего для вышивки, а в конце – самый малоиспользуемый цвет. Такая сортировка будет полезна, если у вас большая палитра, какой-то многоцветный сюжет, и вы несколько раз меняли цвета. Это могло повлечь за собой появление одиночек, которые вы могли пропустить при перекрашивании или не заметить под бэкстичем. Такие цвета будут расположены в конце. Также вы можете изменить порядок кнопкой «Обратная сортировка», чтобы сортировка шла в обратном порядке. Поставив галочку напротив «Последние цвета бэкстич», вне зависимости от типа сортировки, цвета бэкстича будут располагаться в конце. Для вывода схемы, самой подходящей, на мой взгляд, является сортировка по номеру цвета. При таком раскладе цвета в ключе будут идти по порядку номера, а все бленды будут в конце. Ну а сейчас, на этапе чистки палитры, я воспользуюсь вторым методом по цветам и насыщенности. Так мне будет удобно проверить сначала все голубые, потом все розовые, все коричневые цвета, и я ничего не пропущу. Теперь переходим в палитру и начинаем проверять каждый цвет на профпригодность. Для этого правой кнопкой мыши вызываем меню «Подсветить текущий цвет». Также можно воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl-H. Подсвечивание цвета помогает оценить адекватность использования цвета и выявить заплутавшие стежки. Желательно, чтобы крестики одного цвета располагались кучно. Если имеются одиночные крестики, постарайтесь расположить их рядом с основным цветовым пятном, либо проложите к нему путь из крестиков этого же цвета, либо вовсе удалите этот стежок, заменив на рядом стоящий цвет. На примере моей работы вы видите, что крестики цвета 3064 все располагаются кучно. Одиночных крестиков нет, но можно заметить кое-где линии бэкстича. Такая ситуация возникает при перекрашивании бэкстича из одного цвета в другой. Вы можете пропустить небольшой участок, в результате могут всплыть такие небольшие недокрашенные линии. Такого допускать, конечно же, нельзя, поэтому нужно эти линии перекрасить в основной цвет бэкстича. Для бэкстича у меня использован цвет 801. В данном случае бэкстича много, и ниток 801 цвета потребуется немало, поэтому его использование можно считать обоснованным. Часто встречается ситуация, когда для контура специально в палитру вводится один цвет, чаще всего это черный, либо темно-коричневый. И даже если он нигде больше не используется, кроме как в бэкстиче, это не страшно. Но не забывайте его посчитать при расчете параметров. Следующий выделенный цвет используется для палочек и рожков со сладкой ватой, но пару крестиков мелькает и в самой вате. Подобные одиночки нужно убирать, например, заменять на рядом стоящий цвет. Для этого можно зафиксировать выделенный цвет, кликнув правой кнопкой мыши по нему. Зафиксировав цвет, вы можете видеть, какие именно стежки нужно заменить. В палитре этот цвет будет иметь специальную пометку в виде буквы H. Теперь пипеткой кликайте на рядом стоящий цвет и перекрашивайте подсвеченный. Благодаря этому способу вы точно не ошибетесь, так как знаете, какие именно крестики вам нужно перекрасить. Теперь вернитесь к зафиксированному цвету и в меню, которое вызывается правой кнопкой мыши, уберите обе галочки и подсветите его заново, чтобы проверить результат. Я проверяю дальше, вижу, что цвет 543 использован только для одного крестика. Скорее всего, я его пропустила при перекрашивании этого участка. Меняем его на рядом стоящий, чтобы он не отразился в ключе. Вы можете заметить, что на моей работе крестики выделяемого цвета располагаются хаотично, одиночками. Но при этом они все находятся рядом, не разбросаны по разным углам. В таком случае вышивальщице не придется делать длинных протяжек. Всегда ставьте себя на место вышивальщицы и проверяйте на себе адекватность цветовых участков и количество цветов. Проверяйте палитру внимательно, не торопитесь. Приближайте схему в местах, где присутствуют мелкие детали. Именно там могут запрятаться неприметные линии бэка, которые вы забыли перекрасить, четверть крестики, которые спрятались под этим бэком, или французские узелки, которые вы забыли удалить. После того, как вся палитра проверена, лишние цвета заменены, снова удаляем неиспользуемые цвета из палитры. Если у вас большая многоцветная работа, советую осуществить дополнительную проверку, отсортировав цвета по сумме использованных стежков. Присмотритесь, возможно, малоиспользуемые цвета можно заменить теми, которые использованы больше, либо блендом из них. Также можно отойти от исходника и заменить цвет элемента на другой. Это допустимо к элементам одежды, аксессуарам, цвету волос и глаз, но не касается, например, цвета кожи или шерсти животных. При подсвечивании цветов также крайне важно отделить цвета крестиков от полукрестиков и бэка. Прошу вас сейчас послушать внимательно. Если в работе один номер цвета используется и для крестиков, и для полукрестиков, то этот цвет должен быть дважды добавлен в палитру, чтобы стежки имели разные символы. И при подсвечивании цвета вы должны видеть только один тип стежка. То же самое касается стежков в разное сложение нитей. Если один номер цвета используется и для стежка в одну нить, и для стежка в две нити, то он должен быть добавлен в палитру два раза. Такой пример вы сейчас видите на моей схеме команды номер 7. Здесь 813 цвет добавлен в палитру два раза, так как используется в разных стежках, полукрестиках и крестиках. А вот пример, где один и тот же цвет используется аж три раза. Для полукреста с наклоном влево, для полукреста с наклоном вправо и для полного креста. Это нужно для того, чтобы вышивальщица смогла различить и понять, где же ей вышивать полукрестиками, где ей вышивать крестиками, где в одну нить, где в две и так далее. Но при этом вы можете использовать один и тот же символ, то есть одну и ту же ячейку с цветом для крестиков, бэкстича и французских узелков, так как на схеме все эти стежки отображаются по-разному и нет необходимости добавлять отдельный цвет для французского узелка. В схемах с бэкстичем в разное сложение нити, где также присутствуют и крестики этого же цвета, может сложиться такая ситуация, что вы нарисовали крестики двумя символами. Например, вы добавили черный цвет в палитру два раза для бэка в разное сложение нитей. Вам нужно покрасить несколько элементов черным цветом. Вы берете первый добавленный цвет и рисуете несколько крестиков. Подойдя к следующему черному элементу, вы снова берете черный из палитры, но уже из второй черной ячейки. Случайно, по ошибке, неважно. Таким образом, у вас получилось два разных символа для одного типа стежка и для одного цвета. Такие ситуации тоже нужно искоренять, поэтому обращайте на это внимание и рисуйте крестики только одним символом. Подобных нюансов может быть множество. Я не смогу перечислить все, но я назвала самые важные. Не допускать таких ошибок вам поможет практика и осознанность. Всегда внимательно следите за палитрой и за символами, которые вы используете. Эта финальная проверка займет у вас меньше времени, если вы на этапе разработки схемы будете следить за палитрой, вовремя ее почищать, вовремя следить за тем, чтобы крестики и полукрестики были разными символами и так далее. Организуйте свой процесс правильно, сохраните себе время. А время – ресурс, как мы знаем, очень важный, особенно в нашей работе. Итак, палитра проверена. Переходим к следующему этапу – подбору символов. Советую вам предварительно отсортировать цвета в нужном порядке, в моем случае по номерам. Перейти к подбору символов можно кликнув двойным щелчком по символу на вертикальной панели инструментов над палитрой или через меню палитра – заменить символы. Рассмотрим настройки, которые здесь предложены. На верхних вкладках можно переключаться между режимами сортировки. В порядке палитры – это та сортировка, которую вы выбрали перед открытием окна. В порядке интенсивности – в этом случае цвета будут расположены в порядке от самого насыщенного цвета к самому светлому. Выбирайте, какой вам удобнее. Я выбираю в порядке палитры. Ниже находятся цвета и символы всей нашей палитры. Окно можно раздвинуть при необходимости, потянув за верхний или нижний край. Номер цвета можно увидеть сверху в шапке окна при наведении курсора на ячейку с цветом. Ниже расположены вкладки с настройками символов, бэкстича и тем, как все это будет отображаться при печати. С помощью кнопки «Открыть» и «Сохранить» вы можете открыть заготовленную вами палетку символов или сохранить подбор символов. Вряд ли вы успели заготовить себе набор символов, поэтому на первоначальном этапе лучше эти кнопки вообще не использовать. Шрифт. Тут вы можете выбрать готовый набор символов из программы. В программе «Кросстич Про» есть несколько наборов. По умолчанию выбран «Кросстич 2». Кнопка «Авто» подбирает символы автоматически. Например, вы сменили набор символов через кнопку «Шрифт» на «Кросстич ТИДЖИ». Нажимаете «Авто» и все символы меняются в соответствии с новым набором. Кнопкой «Очистить» можно полностью очистить палитру символов, подготовив ее для ручного подбора. В каждой из вкладок символы можно выбрать разный шрифт. Тем самым появляется возможность комбинировать символы из разных наборов, чтобы подобрать самый оптимальный вариант для вашей схемы. На вкладке «Бэкстич» можно выбрать стиль бэкстича и назначить цвет. На вкладке «Печать» также имеются настройки цветов и режимы отображения. На мой взгляд, новичкам не стоит углубляться в настройки бэкстича и печати, вы в них только запутаетесь. «Бэкстич» и режим отображения мы настроим на этапе экспорта, поэтому сейчас нам понадобятся только вкладки с символами. Как подбирать символы? Чем руководствоваться и с чего начать? Я для себя разработала свод правил, которые помогут и вам. Первое. Подбор символов нужно осуществлять по черно-белой схеме. Вы же знаете, что многие вышивальщицы любят черно-белые схемы. В черно-белой схеме сложнее ориентироваться, так как все напечатано одним цветом и похожие символы могут запутать вышивальщицу. В то время как на цвето-символьной схеме похожие символы помогают отличать друг от друга еще и разный цвет. Хорошо различимые символы на черно-белой схеме на цвето-символьной различимы еще лучше. Вот простой пример. Эта цвето-символьная схема одной из моих работ. Подбор символов здесь автоматический, я ничего не редактировала. Если сейчас вывести эту схему в файл, по ней уже можно вышивать и удобно ориентироваться, так как цвета очень помогают. Но вот как она выглядит в черно-белом варианте. Согласитесь, что здесь можно глаза сломать, если всматриваться в эти значки. Поэтому очень важно, чтобы в черно-белой схеме символы были хорошо различимы. Советую вам сразу переключиться в режим черно-белых символов, потому что работать мы будем именно с ним. Второе правило. Символы должны быть хорошо отличимы друг от друга. Используйте все варианты форм. Квадрат, треугольник, круг, ромб, математические знаки, знаки припинания, стрелки, сборные фигуры, буквы латинского алфавита и цифры. Старайтесь размещать символы таким образом, чтобы однотонные участки цвета были хорошо отличимы. Этого помогает добиться чередования символов разного размера и контрастности. Рассмотрим на примере моей сладкой ваты. К сожалению, в программе нет мгновенного предпросмотра, то есть вы не увидите результат замены символов, пока не закроете окно подбора. Поэтому советую вам не менять все символы разом, а работать постепенно. В моем случае я буду работать отдельно с каждым элементом сэмплера. Начну с края и по порядку символов буду углубляться внутрь. Итак, сначала оценим различимость уже имеющихся символов. Сейчас визуально хорошо виден участок цвета, обозначенный символом в виде прямоугольной подковы. Его я оставлю. Ромб и круг, несмотря на то, что они отличаются по форме, сливаются в одно пятно. Значит, один или оба символа нужно заменить. Я сначала заменю один из них и посмотрю на результат. Сердечки по краям я тоже заменю, чтобы подчеркнуть символ с подковой. Для этого вместо сердечка я поставлю символ, который занимает меньше пространства в клетке. Например, волну. Для замены символа просто перетащите нужный значок на то место, где хотите его расположить. Окей. Теперь участок с волной визуально выделен и подчеркивает подкову. Далее я заменю ромб на более контрастный символ, так как после него идет светлый круг. Я выбрала знак сложения. Голубые цвета, символы которых я сейчас заменила, присутствуют еще и в других элементах, поэтому я иду смотреть, как это выглядит в целом. Пока меня результат устраивает. Перехожу к следующему элементу. Здесь мы видим несколько видов треугольников и квадрат. Все это сливается в одно большое пятно. И тут мы подошли к третьему правилу. Не используй парные символы в рамках одной схемы. На экране вы видите примеры парных символов. Даже если в схеме они будут расположены не рядом и схема будет хорошо читаться, лучше все-таки использовать только один из парных символов во избежание ошибок вышивальщицы. Далее я ускорю видео и буду немного комментировать то, что происходит на экране. Добавьте разные шрифты во вкладках шрифт 1 и шрифт 2. Так вы расширите выбор символов. У меня выбран cross-stitch tg и cross-stitch 4. В этих наборах символы практически не повторяются, поэтому я выбираю их. Периодически пролистывайте работу вверх и вниз. Переключайтесь между режимом черно-белых и цветных символов для того, чтобы взглянуть на работу в целом. Обращайте внимание на наличие одинаковых символов. Такое может возникнуть, когда вы начинаете подбор символов, предварительно не очистив палитру с символами, так же, как и я в данном случае. Чтобы такого не произошло, можно, конечно, очистить палитру и набирать символы с нуля. Но по своему опыту скажу, что автоматический подбор символов помогает понять, где подбор осуществлен неправильно и что нужно заменить. Не останавливайтесь на одном варианте подбора. Если возникает такая ситуация, что этот треугольник, например, будет лучше использовать в другом месте, то используйте его в другом месте. После того, как вы подобрали все символы, нужно переходить к цветам бэкстича. Для того, чтобы в ключе цвет бэкстича выглядел отличным от цвета на скрине схемы, нужно создать альтернативный вариант цвета. Для этого кликайте правой кнопкой мыши по цвету «Новый цветовой вариант». Новая палитра будет называться «Альтернейт-1», а основная палитра «Мастер». Далее, когда мы будем выводить схему в файл, мы выберем для крестиков палитру «Мастер», а для бэкстича палитру «Альтернейт-1». Я заменю цвет бэкстича на красный. В таком виде он будет на схеме, а в таком виде – на скрине. Еще раз, альтернативный вариант. Здесь я изменила цвет бэкстича для вывода схемы. Бэк в схеме будет красным, но в ключе он будет иметь номер 801, как на основном варианте цвета, под названием «Мастер». «Мастер» – это правильные цвета, те, что будут на скрине схемы. Представьте, что вы создали параллельную палитру, в которой можете заменить цвета для их лучшей различимости. Покажу на примере схемы своего зимнего кота. Здесь я изменила несколько цветов в схеме на ненатуральные, так как близкие цвета усложняли восприятие. В схеме присутствуют зеленые, сиреневые и оранжевые цвета под символами, но на самом деле таких цветов в работе нет, и в ключе указаны корректные номера цветов. Такая же история с бэкстичем. И, конечно же, в ключе должна присутствовать сноска о том, что цвета символов не соответствуют цвету мулине. Дополнительный цветовой вариант будет также полезен, когда в вашей схеме используется много цветов бэкстича, или бэк используется в разное сложение. Для бэка в одну нить и бэка в две нити нужно использовать разные цвета, хорошо отличимые друг от друга. Например, в схеме космонавта у меня использован красный и желтый цвет для бэкстича в две нити и одну нить. На схеме они также имеют разную толщину. Итак, символы в схеме подобраны, бэкстич в разные цвета покрашен. Переходим к следующему этапу. Вывод схемы в файл. Но об этом я расскажу в следующей части урока. А пока давайте кратко повторим основные моменты. Для подготовки схемы к выводу нужно сделать следующие шаги. Проверить и почистить палитру, воспользовавшись сортировкой и подсвечиванием цветов. Удалить неиспользуемые цвета. Разделить разные типы стежков одного цвета на отдельные ячейки. При подборе добавьте разные шрифты для большего выбора символов. Осуществляйте подбор символов по черно-белой схеме. Символы должны быть хорошо отличимы друг от друга. Для этого используйте все варианты форм. Не используйте парные символы в рамках одной схемы. И последнее. Создайте новый цветовой вариант для подбора альтернативного цвета бэкстича. До встречи в следующем видео!